Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы поблагодарить организаторов за возможность выступить на данной конференции и представить вашему вниманию наши результаты лечения нейробластомы в Республике Беларусь на протоколе НБ-2004. Про актуальность уже говорить не буду, много раз говорили. До 2008 года в нашем центре использовались различные протоколы. Это был протокол НБ-90, ЕНРГ для детей средней группы риска, ЕНС для детей. До года НБ-1999 для пациентов группы высокого риска. Общая выживаемость с 1997 по 2007 год пациентов в Республике составила 56,4%. Группы риска на тот момент разделялись следующим образом. Группа низкого риска, к ней относились первая, вторая и четвертая стадии. Группа промежуточного прогноза – третья стадия. И группа высокого риска – четвертая стадия. Десятилетняя выживаемость в этих группах была 86, 80 и 21% соответственно. С 2008 года в нашем центре используется протокол немецкой группы НБ-2004М. Это потому, что есть наши модификации. Он является риском адаптированным. И оценка результатов достигнутых является для нас важной клинической задачей. За это время было набрано 190 протокольных и наблюдаемых пациентов. Наблюдаемые – это те пациенты, у которых по медицинским причинам не был выполнен протокол. Возраст пациентов был от 4 дней до 10 лет. Медиана возраста 1,65. С дети до года составляли 36%. Распределение по стадиям следующее было. Пациенты с первой стадией – это было 41%, вторая стадия – 18%, третья стадия – 24%. Четвертая стадия – это 41% пациентов. Четвертая – это 4%. Разделение по группам риска такое же, в принципе, как в основном и в Европе на этом протоколе. Это у нас получается группа наблюдения 46%, 13% – группа промежуточного риска и 41% – это группа высокого риска. Критерии протокола не буду озвучивать, потому что все люди, которые здесь сидят, они первый день этим занимаются, эти критерии отлично знают. Наши модификации. К сожалению, учитывая то, что в нашей республике применение МАБДЖ-сенсографии невозможно с диагностической целью для детей, ввиду того, что мало пациентов и высокая стоимость лечения, не все пациенты до начала специфической терапии проходили у нас МАБДЖ-исследования. Применять МАБДЖ-терапию для лечения мы смогли только с 2016 года, благодаря Российскому федеральному центру рентгенологии и профессору Фомину, там мы выполняем эту опцию. Использовали вместо Виндезина Винкристин, потому что Виндезин не зарегистрирован в Республике Беларусь, и у нас не было рандомизации на экспериментальную индукцию. То есть в блоке Н8 у нас рандомизации никто не получал изначально. Общая выживаемость на этом протоколе у нас составила 72%, бессобытийная выживаемость 68%, кумулятивная частота рецидива 25% и смерть, связанная с токсичностью 5,8%. В зависимости от группы риска, бессобытийная выживаемость для стандартной группы риска 93%, для промежуточной 80%, для высокой группы риска 38%. И вы видите, что в основном проблема высокой группы риска, это достоверно, это высокая кумулятивная частота развития рецидивов. Наши данные соответствуют данным европейских групп, они приведены в ниже. То есть в принципе без иммунотерапии мы достигли тех же результатов. Как видно на этом слайде, то есть наши данные сопоставимы с данными европейских групп. Мы оценили влияние известных прогностических факторов на выживаемость. Известный прогностический клинический фактор – это возраст 12 месяцев. Дети младше 12 месяцев имели достоверно лучшие данные по бессобытийной выживаемости и по кумулятивной частоте рецидивов. Также сейчас новый котов – это дети возраст 18 месяцев. Та же тенденция сохранилась. Данные статистически достоверны. И уже в новом нашей стратификации для пациентов группы высокого риска мы используем котов 18 месяцев. НМИ-камплификация сохраняет свое прогностическое значение. Пациенты без НМИ-камплификации выживаемы 75%, с НМИ-камплификацией 42% за счет увеличения количества рецидивов. Делец 1П как событие для тех пациентов, которые НМИ-негативные оставляют свое прогностическое значение. Данные статистически достоверны. Пациенты с наличием Делец 1П выживаемость гораздо хуже и кумулятивная частота рецидивов выше. Делец 11 также сохраняет свое значение, еще раз повторяю, для пациентов с НМИ-к отрицательными опухолями, потому что НМИ-к имеет более высокий прогностический вес, поэтому наличие этих Делец мы оценивали только у тех пациентов, у которых НМИ-к отрицательная опухоль. В зависимости от локализации. Пациенты с локализацией в забрюшинном пространстве и в надпочниках выживаемость достоверно ниже по сравнению с теми пациентами, у которых другие локализации. Это грудная клетка, это шея, это малотаз. И в зависимости от стадии заболевания, то есть локальной стадии заболевания, четвертая стадия высокие уровни выживаемости, чистая четвертая метастатическая стадия, конечно, все здесь гораздо хуже. В зависимости от гистологического типа по классификации ШИМАДА, благоприятный тип намного выше выживаемость, неблагоприятный тип составляет всего 49%. Мы провели мультифакторный анализ этих факторов риска, их прогностическое значение у нас сохранили. Метастатическая форма заболевания, наличие НМИК-амплификации и неблагоприятный гистологический тип по классификации ШИМАДА. Возраст потерял свое значение. Дальше я покажу, как мы оценивали объем хирургического вмешательства. В остальных группах он тут тоже довольно сильно влиял. То есть те пациенты, которые выполнялась только биопсия, рисковали гораздо выше. Внедрение этого протокола позволило улучшить общую бессобытийную выживаемость при нейробластоме у детей в республике. Результаты сопоставимы с немецкой группой. Проведение однофакторного анализа позволило выявить факторы, влияющие на выживаемость. Это возраст, локализация первичной опухоли, при локальной метастатической статье, гистологические типы классификации ШИМАДА и наличие следующих генетических операций, микроамплификации, дилеции 1П, 1ССКЮМ. При проведении мультифакторного анализа более значимыми оказались следующие неблагоприятные факторы. Объем выполненного хирургического вмешательства, наличие микроамплификации, метастатическая форма заболевания и неблагоприятные гистологические типы классификации ШИМАДА. В группе стандартного риска относились 45% пациентов. В основном это были дети до года, 57%, и пациенты с жизнеугрожающими симптомами составляли 34%. У этих пациентов общая выживаемость 97%, бессобытийная выживаемость 93%. Смертной терапией – это три смерти. Было только два рецидива прогрессии. Эти пациенты с рецидивами, они живы, они вполне курабельные, с ними все хорошо. Смерти были у тех пациентов, у которых были тяжелые симптомы ЖУС, на момент поступления в центр. Ни стадия заболевания для этой благоприятной группы не оказывала влияния на выживаемость. Наличие или нет жизнеугрожающих симптомов оказывало влияние на бессобытийную выживаемость, но не за счет рецидивов. За счет токсичности. То есть те пациенты, которые имели изначально тяжелые симптомы ЖУС, имели достоверно более низкий профиль бессобытийной выживаемости. Объем хирургического вмешательства в этой благоприятной группе у нас не имел своего прогностического значения, хотя есть тенденция к лучшему выживаемости пациентов, у которых было выполнено тотальное удаление, но данные статистически недостоверны. В зависимости от вида терапии те, естественно, тут логические заключения о том, что те пациенты, которые не имеют хирургических факторов риска и у которым сразу можно было выполнить операцию, они и возраст соответствующий имели. У них замечательная выживаемость 98%. Те, у которых имели симптомы ЖУС и которым нужно было назначать полихимиотерапию, у тех данные по бессобытийной выживаемости чуть пониже. В зависимости от плойдности опухолевых клеток пациенты с плойдностью, триплоидными опухолями имели лучшие данные по выживаемости и меньше, и вообще у них не было рецидивов, но за счет того, что маленькие группы, данные статистически не имеют достоверности. Стандартная группа риска отличается высокими показателями общей бессобытийной выживаемости. В основном 57% это дети до года. Не оказывают прогностического значения на выживаемость. Не стадия заболевания, объем выполнено, хирургическое вмешательство, не плойдность опухолевых клеток. Достоверно было ниже у тех пациентов, которые имели жизнеугрожающий симптом на момент диагностики, но не за счет увеличения количества рецидивов и прогрессии заболевания. Группа промежуточного риска довольно малочисленная, 13%. Общая бессобытийная выживаемость достаточно высокая. Рецидивов был один рецидив, 4 смерти связаны с терапией. Четвертая стадия пациенты до года, включенные сюда без выполнения аутотрансплантации, имеют достаточно высокий уровень выживаемости. И включение этих пациентов в эту группу не привело к ухудшению качества лечения. Причины смертей этих пациентов – это один пациент с компарпит-синдромом, два пациента с генерализованной CMV-инфекцией и еще один пациент с системной полиорганной недостаточной сепсис. То есть есть проблемы в сопроводительной терапии, особенно детей до года. Сейчас в отношении CMV-инфекции стала ситуация получше, потому что у нас сейчас те тромбоциты, которые у нас заглятавливаются, идет вирус инактивации. И сейчас, конечно, проблема CMV-инфекции так уже широко не стоит. А это были маленькие пациенты в возрасте до года. Естественно, четвертая стадия – нуждаемость в заместительных трансфузиях и потом тяжелые последствия в виде нейрализованной цинцитомигаловирусной инфекции. В зависимости от плойности опухолевых клеток здесь тоже у нас различий не было. Операция оказывала свое благоприятное воздействие, то есть пациенты с тотальным и субтотальным удалением опухоли имели гораздо лучшие данные по выживаемости. Выводы позвольте за недостатком времени не озвучивать, я уже о них и всех сказала. Группа высокого риска. Общая выживаемость 43%, бессобытийная – 38%. В основном выживаемость снижается за счет высокой частоты, кумулятивной частоты развития рецидивов. Стадия заболевания. Первая, вторая, третья против четвертой. Сейчас у нас нет достоверности, но это последний пациент, который с инмик-позитивной опухолью со второй стадии срецидивировал, поэтому как бы эта кривая упала раньше, у нас достоверность эта была. Мы оценивали возраст старше 12 месяцев, младше 12 месяцев, 18 месяцев, наличие отсутствия инмик-амплификации, делеция 1П, 11Q. Ни один из этих показателей при четвертой стадии не влиял у нас на бессобытийную выживаемость. Объем выполненного хирургического вмешательства. Вы видите, что те пациенты, у которых было выполнено тотальное удаление опухоли, достоверно имели лучшие данные по бессобытийной выживаемости по сравнению с тем, у которых была выполнена биопсия. Еще большее это различие для пациентов с инмик-позитивными опухолями, там, где у нас уровень R0, R1, бессобытийная выживаемость 53%, там, где только биопсия – 20%. В зависимости от локализации метастазов, при наличии метастазов в костях и в костном мозге бессобытийная выживаемость достоверно ниже за счет увеличения кумулятивной частоты рецидивов. Наличие других метастазов – это поражение лимфоузлов, в основном отдаленные метастазы, там, в плевру, то есть тут, как бы, вся ситуация выглядит гораздо лучше. Ну и, естественно, ответ на терапию. Те пациенты, которые у нас имели полный, очень хороший частичный ответ после окончания индукции, бессобытийная выживаемость 59%, со стабилизацией 20%, без ответа, естественно, они все погибли. И посттрансплантационная выживаемость в зависимости от ответа для тех пациентов, кто дошел до трансплантации, с полным и очень хорошим частичным ответом 56%, с частичным ответом и стабилизацией 26%. При мультифакторном анализе достоверное влияние оказывали ответ на терапию, наличие микоамплификации, наличие метастаза в костях и в костном мозге. Выводы, позвольте не озвучивать, только что я все их произнесла. Анализировав эту нашу ситуацию, в прошлом году мы разработали новые подходы к лечению пациентов группы высокого риска. Теперь наши критерии высокого риска. Первую стадию с инмикоамплификации мы убрали из высокого риска. Таких пациентов у нас до этого было 4 человека, все они живы, все замечательно, но имеют токсические эффекты в виде снижения слуха, в виде потом фолликулярной гиперблазии печени после перенесенной химиотерапии. То есть поэтому, зная анализ литературы и собственных данных, мы их уже сейчас, если действительно первая стадия инмик плюс, мы их лечим по промежуточной группе риска. К высокой группе риска вторая, третья, четвертая с инмикоамплификацией, стадия 4 без инмикоамплификации инмико старше 18 месяцев на момент диагноза и стадия 4 без инмикоамплификации инмико при неблагоприятном гистологическом варианте, ДНК индекс равный единице и сегментарными структурными аберрациями неблагоприятными. Это делеца 1П и делеца 1СQ. Критерии ультравысокого риска. Наличие атипичных клеток в костном мозге после индукции. Нет полной или частичной ремитии по метастатическим очагам редукции меньше 50% поражения к моменту окончания индукции. По данным ММБЖ наличие более трех позитивных очагов после завершения индукции. Мы проводили исследования наши по минимальной резидуальной болезни и рискнули использовать этот критерий для стратификации. Те пациенты, которые после окончания индукции имеют уровень минимальной остаточной болезни, определяемый двумя методами. Мы выбрали для себя тирозин гидроксилазу и ФОКС-2Б. Уровень тирозин гидроксилаза выше, чем 2,00 и ФОКС-2Б положительный после окончания индукции. Эти пациенты тоже у нас относятся к группе ультравысокого риска, потому что, по нашим данным, выживаемость здесь близка к нулю. Об этом уже говорил Денис Юрьевич. О том, что группа Сяпиен выявила и доказала, что босульфан-милфолан имеет преимущество при использовании его у пациентов с нейробластомой. Это наша схема лечения пациентов с нейробластомой группы высокого риска. Индукция осталась та же. Оценка ответа после индукции. Если пациенты 2-3 стадии инмик положительный, они получают аутотрансплантацию с кондиционированным босульфан-милфолан. Если пациенты МАБГ-позитивные с 4 стадии имеют МАБГ-позитивность после окончания индукции, они получают МАБГ-терапию, затем тандемную трансплантацию. Тандемная трансплантация – это у нас режим высокодозной театепы, босульфан-милфолан, внутривенный босульвекс. Пациенты МАБГ-негативные к окончанию индукции получают двойную тандемную трансплантацию сразу после окончания индукции. То, что с операцией вопрос, те пациенты, которые имеют центрально локализованную нейробластому, и у которых проведение, если даже возможно, техническое полное удаление, иногда выполнение такой операции очень сильно нарушает тайминг проведения химиотерапии. Поэтому мы для себя решили оставить эту опцию на момент после второй аутотрансплантации. То есть для того, чтобы не нарушать тайминг, чтобы вовремя проводить все терапевтические элементы, рассмотреть участие пациентов, возможность хирургической операции после завершения второй аутотрансплантации. От ракутана мы отказались и больше его не используем. Те пациенты, которые относятся у нас к группе ультравысокого риска и не имеют полной частичной ремиссии после окончания индукции, проводим два дополнительных блока ТВД. Если ремиссия хотя бы частичная достигнута, то они идут по той же ветке протокола. Если нет, то мы снимаем их с протокола, и у них идет индивидуальная терапия, потому что, как показывает практика, и наша, и мировая, те пациенты, которые не достигли хотя бы частичного ответа перед аутотрансплантацией, она для них не имеет никакого преимущества, они все равно погибают. И пока этот вопрос не решен ни в мире, ни у нас, что же адекватного делать с этими пациентами. Хотелось бы поблагодарить наших сотрудников и пригласить всех вас с 31 октября, 1 ноября. В нашем центре будет, как каждые два года проводится, конференция детско-онкологическая. Посетить наш центр, посетить Беларусь и поучаствовать в работе нашей конференции. Продолжение следует...